Думал ли ты, для чего ты создан, и почему ты находишься в этом мире? Поистине ты создан, чтобы поклоняться Аллаху. Как сказал Аллах в Коране, «Я не создал джинных и людей, кроме как для того, чтобы они поклонялись мне, и не осуществится рабство, кроме как с подчинением приказам Аллаха». Ты должен делать то, что тебе было приказано, и избегать того, что тебе было запрещено. И не достоин называться рабом тот, кто восстал против Господа. И не будешь настоящим рабом до тех пор, пока не будешь любить его, не предавая ему сотоварища. Сказал Аллах, Свят Он и Велик, «Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных, и любят их так же, как любят Аллаха. Но те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее». И с любовью Аллаха надеешься на Него и боишься Его. Боязнь и надежда, как два крыла птицы. Если они оба полноценные, полноценный полет. Если происходит изъян с одним из них, то и полет не будет нормальным. И ты не станешь рабом Аллаха, пока не сделаешь поклонение методологии своей жизни, а не просто ритуалы, которые проводятся в мечети. Как сказано в Коране, «Скажи, воистину мой намаз и мое жертвоприношение или поклонение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров». «Поклонение — это осуществление денежных сделок, взаимоотношения с людьми и твоего пути обучения и каждый аспект в твоей жизни в соответствии с законом Аллаха». «Сказал Аллах, у тех, которые вы уверовали, заходите в ислам полностью. Соответственно, мусульмане обязаны придерживаться всех канонов ислама и законоположений и выполнять все приказы и оставлять все запреты по мере своих возможностей. И не достигнешь ты полноценного рабства до тех пор, пока твое сердце не наполнится искренностью и упованием, что в свою очередь является поклонением сердцем. Также пока твой язык не наполнится таким видом поклонения, как зикар и дуа, и также пока не осуществится основное поклонение — поклонение телом, совершая молитву и держа пост, по причине чего иман становится полноценным, и иман — это вера сердцем, произношение языком и дела тела. И не станешь ты полноценным рабом, пока не продолжишь поклоняться до самого последнего мгновения жизни». Как сказал Хасан Ульбасы Рахимауллах, Аллах не сделал конец срока поклонения для раба кроме смерти, и прочитал аят, «И поклоняйтесь своему Господу, пока не придет к тебе убежденность». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok